Стабилизация видео по объекту По нашему скромному мнению, данный эффект можно назвать акцентирующим, так как с его помощью можно выделить объект в рекламном ролике на примере коммерческого видео о наушниках Beats by Dre или же использовать как кинематографический прием, как в фильме Upgrade, где с помощью этого эффекта передавалось присутствие еще одной личности в теле главного героя. Хоть и в техническом исполнении эффект может отличаться в разных категориях индустрии и трекать объект можно не только на монтаже, но и на съемочной площадке, сегодня мы вам покажем, как сделать такой эффект стабилизации в программе Adobe After Effects. В самом начале мне хотелось бы сказать, что перед тем, как мы доберемся до постпродакшена, еще на этапе съемок убедитесь, пожалуйста, в том, что мы снимаем видео в высоком разрешении, например, в таком как 4К. Это поможет в дальнейшем нам избежать нежелательных последствий применения данного эффекта. Например, мы можем столкнуться с такими артефактами, как отступы от границ, и видео будет банально плавать в зоне воспроизведения. Как мы можем решить данную проблему? После применения эффекта можем зайти в настройки композиции и изменить параметры рабочей области с 4К до Full HD, уменьшить наше видео до тех пор, пока в зоне воспроизведения мы не будем наблюдать нужный нам результат. Сегодня мы будем стабилизировать вот эти вот наушники через Adobe After Effects, пока Инна будет заниматься тренировкой. Так, окей, разберем создание данного эффекта на примере этого статичного футажа. После того, как мы расположили видео на таймлайне, кликаем по нему правой кнопкой мышки, заходим в раздел треки стабилайз и выбираем опцию трек-моушен. Затем располагаем точку трекинга на нужном нам объекте. У меня это черные наушники, и именно по ним я хочу стабилизировать всю картинку вокруг. Затем мы переходим на вкладку трекинга и меняем тип нашего трека на стабилайз. Запускаем непрерывный анализ трека и смотрим за тем, чтобы у нас без погрешности были созданы все ключевые точки трекинга. Кликаем Apply, еще в одном окошке кликаем ОК, и у нас все готово. Очень быстро. Теперь можем посмотреть на результат и оценить, все ли нас устраивает. Если вы не пропустили начало ролика, вы знаете, что я там говорил о том, что предпочтительнее снимать в разрешении 4К, так как картинка будет выходить из своих границ. Но это мы сейчас легко исправим, поменяв разрешение с 4К на 1920-1080, и мы получаем Full HD. Остается только подогнать наше видео по размеру, который нам нужен. У меня это составило 70% от общего размера исходника. И мы получаем готовый эффект стабилизации по объекту. Останется только проделать все то же самое с другими кадрами и собрать это все в единый клип или интро, как у меня в начале. Надеюсь, что это видео было для вас полезно. Я готовлю сейчас очень много материала для этого канала. Подписывайтесь на мой Инстаграм, на мой Телеграм, задавайте вопросы. Я их обязательно разберу в следующих видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Еще увидимся. Пока. Сегодня мы будем стабилизировать вот эти наушники, которые находятся на Инне, пока она будет прыгать. Еще раз. Прыгать, бегать, скакать, заниматься спортом. Что за ерунда? Будет вести тренировку. Да, пока она будет вести тренировку. Да, да, да. Стабилизация по предмету.